И к финикийскому алфавиту. Вы помните, что эти буквы это древний алфавит, первый алфавит буквенный в истории человечества, то есть этот алфавит древнейший именно в формате не картинок, пиктограмм, а именно букв, где одному звуку соответствует одна буква. Это древнейший буквенный алфавит, родоначальник всех последующих буквенных алфавитов, где буква это звук. Это финикийский алфавит. Там 22 буквы, а финикийцы, как мы с вами говорили, они жили на восточном побережье. Это даже не территория Израиля. Это восточное побережье Средиземного моря, конкретно прямо совсем рядом с Кипром. Можно вплавь добраться до Кипра. Вот в этих благословенных местах был создан этот алфавит. Каждая буква алфавита, она волшебная и она что-то обозначает. Давайте познакомимся с вами с первой буквой. Первая буква называется алиф. Алиф это как буква а или эй в русском английском языках или альфа в каком языке альфа? В греческом. Так вот это все произошло от финикийского языка. Буква алиф означает бык. Алиф это бык. И сразу, сразу начинается астрология. Сразу начинается астрология. Почему? Потому что я на каждом занятии рассказываю вам про Эру Водолея. Каждый день мы находим все новые и новые проявления, наступающие новые эпохи. А давайте вспомним предыдущие эры, эпохи. Ну правильнее говорить эра, но многие говорят эпоха, в общем не важно. Эпоха Водолея условно это с 2000 года. Приблизительно с 2000 года. Скажите, какая эпоха была условно до 2000 года? Рыб. Помните, эпохи идут ретроградно, в обратную сторону. Перед Водолеем был не козерог, а рыбы. Эпоха рыб это условно с нулевого по 2000 год, а нулевой год это год Рождества Христова. Почему я все время повторяю нулевой, нулевой? Потому что современные историки сами все вот так переворошили, и они говорят, что нулевой год не год Рождества Христова. Там все тоже сильно напутано, перепутано, но уже так пошло, и мы уже так считаем. То есть нынешний 2021, он на самом деле, не пойми откуда, 2021. Ну мы так считаем, так человечество привыкло жить. Была эпоха рыб. Когда была эпоха Овна? Эпоха Овна началась примерно в 2000 году, но 2000 году до нашей эры. То есть мы, если мы уйдем глубоко назад, а нам надо сейчас уйти назад, потому что это древнейший алфавит, и его история задолго до нашей эры, задолго до истории христианства. Итак, эпоха Овна была примерно с 2000 года до нашей эры, до Рождества Христова, и эпоха Тельца, вот мы и подошли к главному, эпоха Тельца была 4000 лет до нашей эры. До 2000 лет до нашей эры. Именно в эпоху Тельца и процветала Финикия, это древняя страна на восточном берегу Средиземного моря, и в эпоху Тельца создавался этот финикийский алфавит. То есть, коллеги, эпоха Тельца началась 4000 до нашей, сейчас 2000 нашей, то есть сколько этому алфавиту? Этому алфавиту более 6000 лет. Это древнейший буквенный алфавит человечества. И теперь вот вам объяснение, откуда, почему первая буква, вы видите, с первой минуты астрология начинается. Буква алфавит от финикийского слова алфавит. Алфавит значит бык, а бык это астрологическая эпоха Тельца, начавшаяся в 4000 году до нашей эры, и даже специалисты по этому языку, они делают такие рисунки и объясняют графику символ буквы, как он получился, это как стилизованная голова быка, то есть буква алиф, это голова быка. И отсюда, отсюда вывод, что телец, фактически это наследие Тельца осталось человечеству. Вот этот самый алфавит. Почему это символично? Потому что вы помните по медицинской астрологии, я вас учил, что мы не ртом говорим, а чем мы говорим? Мы горлом говорим, гортань, там звук рождается, а гортань находится в шее, а шея это не овен уже, а телец. Вот оно. То есть как бы первый алфавит, где каждому звуку соответствует отдельная буква. Итак, это буква алиф. Продолжение следует...